Ху-ху-ху, ну, чё ты там спастерил? Великолепно. Новые мутанты. А там полеточку давали? Да. Компания Лего давно приучила всех своих поклонников к высочайшим стандартам качества. Я иногда про Лего говорят, сразу представляю вот этих вот жёлтых чуваков. Вот с такими вот ручками, понимаешь? И по-другому вообще не представляешь, что у Лего могут быть какие-то другие наборы. Ну, или вот такие вот кубики большие, типа там Лего Дупла и всё. И продуманные с точки зрения дизайна. Не то, что показали вначале. Но у крепления детали лёгкая и крепкая. Никаких гаечных ключей и порезов о металлические края. Хотя и по нестареющей советской пластике. О-о-о, да. Вот такие штуки, помню, были моего одноклассника. Я в песочнице находила детальки. У моего одноклассника был такой конструктор, я к нему приходил. Ой, как это было круто. Собирать. У меня были какие-то пары пластин. Металлические. Мне кажется, у моего папы был такой какой-то. У меня по-настоящему осталось несколько пластинок где-то валяющихся. У датских перфекционистов всё всегда должно быть идеально. Но за свою многолетнюю историю Лего выпускало большое количество странных, неожиданных и даже откровенно уродливых наборов, которые с треском проваливались в продажах либо из-за своей непривлекательности, либо из-за того, что опережали время чересчур смелыми и непривычными решениями. В этом ролике мы разберём по деталям несколько самых ярких подобных случаев за всю историю компании. Отчаянной попыткой ещё не изобрести велосипед стала серия 2001 года «Джек Стоун». Ну, Стоун же, да? А что у меня как-то не очень? Лицо. Сделали бы упрощённое. Просто такие точечки и улыбочку. А то сделали какую-то реалистичную бошку. Ну, что страшное? Ну, тут понятно, что всё плохо. Я в «Джек Стоун». Она была нацелена на дошкольников, и в Лего всегда очень боялись, как бы детишки не позапихивали детали в рот и не задохнулись. Но если в линейке «Дупло» выход был найден в банальном увеличении размера, размера кирпичиков, то здесь недальновидные умы решили отказаться кирпичиков вообще. В наборы стали сразу класть куски стен. Ооо. Как неинтересно. Что это такое? Производство которых обходилось в копеечку. Но такие-то детали в рот точно не... Он, получается, будет и неинтересный, потому что уже всё фактически собрано, и ещё и супердорогой. О, Лего, достаешь. Классно. И там два кубика таких. Готово. Ооо. Ура, я собрал. Я собрал. Это было сложно. Классовать не будет. Фигурки героев тоже увеличили. Они стали ростом с двух обычных Лего-человечков, как будто наелись грибов из Супер Марио. Кстати, одно время фигурки этой серии продавали вместе с фирменными зубными щётками. Единственный продукт, который Лего официально разрешают брать. То есть, получается, если ты её сейчас распакуешь себе, этого пчела из щётки, то ты даже щётку не соберёшь. Или соберёшь? Пустая щётка внутри просто. Так не ничего. Рукоятская. Ты будешь смотреть такой, там был когда-то человечек. Какая боль. У меня в детстве была какая-то такая щётка. Не помню какая. Точно помню, что у меня была тоже такая насадка сверху какая-то с зайчиком или что-то ещё. Да, у меня были эти электрические щётки. Но я помню, чем они мне не очень нравились. Прикольно, что он чистит. Для меня они были тяжёлые. То есть, когда ты маленький, тебе там лет 6-7, и у тебя эта щётка, она реально очень тяжёлая. Ты такой, господи, когда-то кончится, ты чистил зубов. Но вернёмся к Джеку Стоуну. Кто это вообще такой? А это и полицейский. Я помню, знаешь, когда мелкий болт, зубы чистил бывает. Знаешь, чистишь, чистишь, чистишь. Рука устаёт. Ага. И ты знаешь, кто-то держает на месте щётку. И зубами так вот есть. И головой вот так вот. И вот так вот. Так. Понятно. Вообще эдакий, крутой экшёновый спасатель. О, привет, друзья. Как дела? Насколько большое участие он принимал в спасении самой компании Лего доподлинно неизвестно, но протянул парень всего два с половиной года, после чего был навсегда забыт. Ну или почти навсегда. Да, но вряд ли дешёвый боевик 2015 года как-то связан с Лего. Был копом, стал убийцей копов. Джека Стоуна с теплотой вспоминают дети ранних нулевых, но объективно наборы были совсем уж простенькие. Особенно, когда вместо привычных пластиковых деталей там вдруг вообще оказывалась бумага. То есть о том, что дети будут подавить деталь, когда они подумали о том, что можно порезаться бумагой и случайно вскрыть себе вену нет. Наборы слишком далеко отошли от концепции конструктора в сторону полуготовых игрушек. Сразу и не разберёшь, что означает цифра 4+, то ли рекомендуемый возраст, то ли количество деталей. Лоб, например, собирать вообще не надо. В коробке уже лежит огромная сервис. О, жиль. Попробовать воспользоваться ножовкой и разделить его на более мелкие кусочки и наверняка так заморачивался, но ножовка это не игрушка. И тем не менее, на старте датчане сильно верили в Джека Стоуна, даже выпустили про него мультфильм с 3D-графикой. Он просто очень древний, поэтому такой графоний. И хотя вопросов к этому зрелищу много, это был первый полноценный трёхмерный лего-мульт, можно сказать, дедушка всей последующей компьютерной анимации по мотивам конструктора. Так что спасибо Джеку Стоуну за это, наверное. И раз уж мы заговорили про компьютеры и анимацию, встречайте! Внезапный трейлер новой игры от Game Master! Встречайте симулятор! А, будет? Вдём! А ведь как его встретишь? Симулятор встречения Нового Года! Наверное, к Новому Году будет! А, совсем скоро, кстати, да. А что это у него календарь 31 декабря 2020 года? Ты проведёшь, выбирай... Он разрабатывался. ...чтобы попытаться повлиять на его исход. Используют такие механики, как... Досадный провал ждал лего и в 2002 году, когда компания попыталась породить на свет полноценные экшн-фигурки и презентовала серию под названием Галидор. Every dimension needs a hero. Every hero needs a special power. На этот раз, чтобы игрушки лучше продавались, лего проспонсировала съёмки не просто какого-то анимационного видосика, а полноценного сериала с живыми актёрами. Галидор... Жёстко. То есть, обычно как делается? Выходит сериал, а потом ты по нему начинаешь крепать игрушки, правильно? Тут надо делать игрушки, поэтому сделаем сериал, чтобы распространить свои игрушки. Слушай, ну, мне кажется, всё-таки надёжнее идея наоборот. Когда ты сначала снимаешь сериал, смотришь, как он заходит в аудиторию, и если он прям хорошо зашёл, начинаешь быстренько-быстренько штамповку. А если он плохо зашёл, ну, ты такой обкакался, ну, уже ладно, мерчем особо так не занимаешься. А тут ты уже вложился в мерч, и потом ещё вложился в съёмки. А если никому не понравился твой сериал, а игрушки кому-то будешь продавать? Ну, блин, рисково. Галидор – защитники внешнего измерения. В основе сюжета – приключения 15-летнего мальчика Ника Блютуса, который отправляется на корабле с элегантным названием «Яйцо» в параллельную вселенную, где он должен спасти её от коварного злодея Горма. Ты – это воориар, который мы хотим. Что это дело хочет? Знаешь, что это как-то похоже? Вот мы смотрели мультик «История игрушек», и там был мальчик, который издевался над игрушками, и, допустим, там пупсу какую-нибудь голову оторвал, и на ковню паука нацепил, и в итоге получился какой-то странный мутант. И тут почему-то тоже какое-то ощущение мутантности у него. То есть, такая игрушка, чтобы я ребёнком не захотела. Это как будто собака, а вот это вот как будто он описывал, и оторвался. Ладно, это голова динозавра. С чудищами разной степени странности. Задумка, конечно, прикольная, и иногда получалась забавно, но чаще всего дико. Чаще всего многоножка? О! Я вот про это вот прямо сказала, прикинь, вот то же самое была ассоциация, понимаешь? Я смотрела. Ладно, это шутка уже не смешная, ты сам не сказал. Детали набора вкрепились новомодными лего-шарнирами, так что конечности персонажей Галлидора прекрасно подходили к Биониклам. Потенциал такой причудливой мешанины в течение жизни серии раскрыт не был, но годы спустя умельцы демонстрируют в интернете довольно крутые самоделки и комбинации. Как и в случае с Джеком Стоуном, изготовление новых пластмассовых деталей больших размеров обходилось очень дорого. Приплюсуйте стоимость рекламного сериала, рекламные видеоигры, вышти плохие продажи, помножьте на имбовых конкурентов, 3 на 5 до 2 в уме, Галлидор тонет в говне. Но, как это часто бывает, спустя годы обрел множество фанатов, ностальгирующих по редкостям и необычностям. А, ты смотри, видишь, как у тебя периоды мутации, видишь, сначала ты чел, потом ты такой руконогочел, потом руконогочел. Ааа, бутирую! Ааа, бутирую! Боже мой, что происходит! Не, ну а все, когда играешь, что прикольно, ты такой процесс мутации можешь собирать, пароходы дела. Мне бы понравилось, слушай. Да, нам? Мне бы такое понравилось. Да, мы с ним выпендриваемся, потому что это выглядит странно, но по факту детства, может быть, вообще бы сидели и потом и кайфовали. Я бы кайфовал, да. Ты в любой игрушке бы кайфовал. Это прикольная идея, да. Я знаю. Ностальгирующим по редкостям и необычностям. Чего, помнишь, мы с тобой смотрели? О, камень! Утопни с глазами. Джек, Джек Стоун будешь. Да, Джек Стоун, и у тебя в такой коробочке из-под Хэппи Милла, будет у тебя питомец камень. Нормально. В конце 90-х и начале нулевых, как известно, Лего из-за ряда неудачных бизнес-решений чуть было не обанкротилось, и управленцы компании решили, что стандартные кирпичики и узнаваемый дизайн конструкторов просто всем надоел. Но вы не должны так поступать. Я основал эту компанию. Дизайнеры твердо верили, что им обязательно нужно придумать новый формат игрушек и отойти от привычной репрезентации людей в виде классических мини-фигурок человечков. По итогу этого брейншторма в 97-м году на свет появилась серия Лего Скала. И нет, Дуэйн Джонсон тут не при делах, хотя наборы Лего по рейтингу звучат как не самая худшая идея. Изначально, еще в конце 70-х, под брендом Скала недолго выходила серия браслетов, собранных из кубиков конструктора, после чего про Скалу подзабыли. В конце 90-х сословечка сдули пыль и назвали так целую линейку кукол, кукольных домиков, предметов мебели и прочих аксессуаров. Это ж просто Барби. И если закрыть на коробке красный логотип, сходу будет сложно отличить эти наборы от Барби, Синди и кукол в виде участников группы Нана. Про последних забыть, что вы ничего не видели. Где ты была, сказала. Линейка сильно урезала вариативность сборки по сравнению с обычными наборами. Простор для фантазии ограничивался мебелью, типа, окей, можно... А давай перегородку поставим не сбоку, а по центру. Вау! Вот, видимо, это всё, что можно тут сделать. Потому что, по сути, видишь, они из очень больших объектов снова состоят, и ты особо не сможешь там поперекручивать. Зачем тебе покупать тогда лего-домик, если ты можешь пойти купить обычный домик для Барби? Такой ещё более понтовый, например. Я более уверена, чем что эта скала не стоила 3 копейки. Или её из-за картонной коробки можешь... Блин, ладно, давай-давай, вспоминать. Кроватку из картонных коробок под обуви, на которую ты тряпочки анучечки положил, и там у тебя все игрушечки спят, всякие Барби. Прям дом был. А, даже дом можно? Да, ты просто стены строишь, там, тык, тык, и всё. Ладно, я с бумажными куклами играл, до сих пор с бумажными играют. Не видел такие вырезайки? Вырезаешь куклу, и на неё надёжки, одёжки на таких вот маленьких прямоугольничках бумажных. И они так хоп, загибаются, ты можешь так её переодевать. Много таких бумажных куколок играться. Я видела, но они до сих пор продаются. Не надо. Пойной диван. Увы, это не дотягивало даже до уровня реальной мебели из той же Икеи, из которой порой реально весело бывает что-то комбинировать. Специально для Скала в Лего слегка изменили стандартные крепления деталей, и некоторые из них сделали в форме цветочка. Ход, конечно, оригинальный, но жаль, совместимость хромает. За четыре года существования вышло порядочное количество кукольных наборов, но сыграть на поле Мотел у Датчан не вышло. Лего куклы в реалистичном дизайне приказали долго жить, и компания вернулась к своей ранней и более стилизованной серии Белвиль, которую в 2012 плавно сменила похожая линейка Фрэнс. Здесь акцент делали уже не на аксессуар куклам, а непосредственно на конструкторе и сборке, умело выдерживая баланс. Был у Лего и опыт заимствования чужих идей посерьезнее, и о нем как фанаты, так и сотрудники компании предпочитают не вспоминать. Но сперва нужно сделать небольшое отступление. Это знаешь, что похоже? Это же тот самый мем! Окей, летс го! Помнишь, там челик собирал как раз-таки вот эти вот маленькие аттракционы, и потом они запускали вместе. Из Лего? Я не знаю из чего, может еще другие были наборы. И перенестись в 1992 год. Именно тогда американец Джоэль Гликман, сидя за гостевым столом на чьей-то свадьбе, от скуки попытался собрать из пластиковых соломинок для питья незамысловатую конструкцию. В тот момент ему пришла в голову идея оригинального конструктора, базовыми строительными элементами которого станут не кубики, а длинные и легкие пластиковые детали, которые соединяются между собой специальными коннекторами и шестеренками. Игрушка Кеннекс довольно быстро обрела своих поклонников, и те принялись собирать из гнущихся палок какие-то совершенно невообразимые конструкции. От американских горок до действующих игровых автоматов. И, судя по всему, боссам Лего ну очень хотелось отжать у конкурента часть потенциальной прибыли, поэтому уже в 98-м году датчане выпустили мертворожденную серию Знэп, сделанную поликалом Коннекса. Увы, модная реклама совершенно не помогла продажам новинки. Уже спустя два года после запуска серию закрыли, а наборы распродавали чуть ли не за 10% от их изначальной стоимости. Машины, самолеты и прочие конструкции из Лего Знэпа выглядели скорее как каркасы для чего-то более масштабного. Да, шляпа, 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 мало деталей. И еще в лучшем случае. Еще просто, знаю, что... Даже не понимаете, что это такое? Там, где показались трубочками, трубочки такие щеленькие, вот они такие настолько гибкие, что можешь прям приспособить что угодно, купить несколько конструкторов и собирать кучу всего. А тут из-за того, что у них все-таки, видишь, есть какой-то каркас, да, у этих деталек, ты как бы тоже для всего подряд, наверное, не приспособишь. Я думаю, что, конечно, между собой контактируют, да, но все равно кажется, что там более универсальное крепление и прикольнее. Ведь бывало и такое. В оригинальном конструкторе. Да и зачем все это, в принципе, было нужно, когда уже есть самобытный Лего Техник? Ответ на этот вопрос, на самом деле, был куда проще, но в нужное время до него никто не допер. Оказалось, Знэп отлично подходит в качестве дополнения к Лего Техник, чтобы строить из него мосты, например, ну или еще другие мосты. Ладно, это и правда полная хрень. Не всегда провальные с финансовой точки зрения серии можно назвать бесперспективными в плане задумок. Продажи бывают несправедливы. Хороший и знакомый многим пример серия Legends of Chima, которая появилась в 2013 году. Наборы по оригинальной вселенной Chima с участием разных племен антропоморфных зверей очень мощно пиарили. В ход пошел и анимационный сериал, и видеоигры, и тематические зоны в Лего Лэнде, и даже периодические журналы с постерами, комиксами и мини-фигурками в комплекте. Первый раз про это слышу. Законы рынка неисповедимы, и уже спустя два года после запуска датчане полностью закрыли линейку. И жаль, очень уж колоритные там попадались персонажи. Племя Бобров, к примеру. И это не говоря о том, какими классными были сами наборы. Вдохновленная животным миром техника самого разного калибра разве может кого-то оставить равнодушным? Если этот тигр не вызывает внутри вас никаких прекрасных чувств, то... Если я хотел бы такое. Одновременно с классическими конструкторами, Чим пытались еще и возродить на виде наших любимых пиониклов. Господи, вся серия была слишком опьянна от этого несовершенного мира. Это было нечестно! Похожая судьба ждала и серию Nexo Knights, запущенную сразу после закрытия Чимы. Тут страдающая средневековья и черную магию скрестили с технологичным кибербудущим. Выкатили невероятной крутизны меха колесницы и целые крепости на гусеницах и опять через год всю эту красоту прикрыли. Смогут ли рыцари вернуть книгу и спасти королевство? Причем серия снова сопровождалась огромным количеством рекламы, собственным мультсериалом, видеоиграми с расширенной реальностью и прочими прикольными. Не всегда это работает. Но дети все же предпочитали новинкам, уже проверенной временем Ниндзяга. И тут вопросов нет у Ниндзяга и по сей день офигенные наборы. Но жалко, блин, когда подающие надежды темы просто берут и сворачивают. То же самое произошло и с Power Miners, и с Hidden Side, и еще с кучей других прикольных, но протянувших максимум два года серий, про которых... Мне кажется, наши щеки очень популярны конструкторы, которые как раз по каким-то франшизам, типа по сериалу «Друзья». Это уже больше для взрослых, знаешь, как коллекционные модельки такие, там Хогварт собрать целые, допустим. Они очень дорогие, но мне кажется, они прям суперпопулярные тоже в определенных кругах. Можете поплакать в комментариях. Отдельное место в этом ролике определенно достается концлагерь из Лего с колючей проволокой, скелетами и, прости господи, крематорием. Да, это Лего Холокост. Только сильно не удивляйтесь, и пусть наклейка на коробке не вводит вас в заблуждение. Это не совсем официальный набор. Это арт-объект польского художника Збигнева Либеры, представленный им в 1996 году. Автор создал 7 наборов конструкторов в венном стиле Лего с логотипом компании в углу, который был размещен там вполне законно. Именно благодаря компании Лего, представившей для Варшавского центра современного искусства наборы конструктора. Только вот никто не предупреждал, что детали будут использованы для столь провокационной суммотерки. Ну да, охренели. С пиратами превратили в узников, а полицейский участок стал лагерной охраной. Бренд Лего в одно мгновение потерял контроль над собственной продукцией. И автор деконструировал якобы детские и безопасные конструкторы. Арт-объект вызвал в свое время много шума. Художника обвиняли в антисемитизме и издевательстве над памятью жертвам национальной трагедии. Так или иначе, это... Мне кажется, наоборот, он хотел показать, насколько это было ужасно таким образом. Не понимаю, в смысле антисемитизма. Что? Он что, благословлял это все? Боготворил? Да, мне кажется, нет. Наоборот, он хотел привлечь внимание к этой проблеме. Как-то таки показывает, насколько это было плохо. Ну, мне кажется, да. Типа страшно. Мне кажется, был такой подтекст. По крайней мере, я такое увидела. Да. Эта работа была оценена по достоинству и в итоге попала даже в собрание еврейского музея в Нью-Йорке. В компании Лего, естественно, всячески открещивались от участия в этом и даже попытались судиться с Творцом. Но в итоге под давлением общественности разошлись полюбовно. Подводя итоги видео, хочется поговорить о шикарных наборах, которые не просто провалились с точки зрения продаж, а и вовсе чуть не обанкротили компанию. Вот, можете полюбоваться на один из таких. Чёртов вертолёт с моторчиком и всеми делами. Ааа, слушай, ну классный. Если вертолёт для вас недостаточно круто, то, пожалуйста, вертолёт плюс судно на воздушной подушке плюс тираннозавр на пульте управления. Всё в одном, прикинь. Всё это выглядит достойно, но в чём же подвох? А подвох в том, что в конце 90-х в организационной структуре игрового гиганта творился лютейший управленческий бардак, и никто не мог понять, откуда у компании огромные убытки. Новый генеральный директор решил провести аудит, во время которого вскрылось, что, помимо прочих проблем, Лего совершенно нерационально расходуют средства. Ярким примером денег на ветер стали эти самые наборы техник с использованием микромоторчиков и оптоволоконов. Оказалось, что закупочная стоимость одних только этих финтифлюшек превосходит стоимость наборов при их продаже, а они на прилавках и так стоили бешеных денег, из-за чего позволить их себе могли только наиболее зажиточные крестьяне, и товар хоть и собирал мечтательные взгляды детворы, но покрывался слоями пыли. Компанию пришлось срочно спасать от закрытия и кардинально пересматривать взгляды на бизнес, но это уже отдельная тема для разговора. Для нас же с вами, любители нанизывать детали... Ой, сколько голов. Жестоко. Все закончилось хорошо, и мы по сей день можем радоваться как новым наборам конструкторов, так и истории старых, какими бы дикими или странными они ни были. У меня никогда не было лего оригинального. Нет, был какой-то, я вроде говорила, какой-то чемоданчик, у меня было написано лего, там просто были какие-то детали как будто трандомных конструкторов, я просто сидела, между собой кубики башенки строила, такие, знаешь, вверх, и все. Я даже не верю, на что это в итоге было лего. Но я бы хотела в детстве, очень хотела. Мне кажется, конструктор... Я бы любой из этих наборов хотел. Даже самый всратый, если... Мне кажется, конструктор – это такая универсальная тема. Почему-то есть тоже такая, знаешь, какой-то стереотип, что типа конструктор устроит для мальчиков. Но мне кажется, конструктор – это очень универсальная игрушка, и он и для девочек, и для мальчиков идеально подойдет. Просто возьми какую-то интересную... День бинарных особ. Да. Просто возьми какую-то интересную тематику, потому что, ну, реально, ты мало того, что можешь по инструкции, это как пазл собирать, да? Ты сосредоточенно собираешь там одну к одному детальку, чтобы собрать в итоге то, что на картинке. А потом ты можешь, в принципе, сам творить, креативить, как-то по-другому детальки переставлять, и уже совершенно что-то новое. И получается, это такая игрушка, которая, мне кажется, при правильном применении очень долго не надоест. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Хм, сложный выбор.